Всех приветствую! В кадре у нас ножичек Steel Wheel Modus Это, на мой взгляд, усовершенствованная версия ножа Steel Wheel Kajak То есть здесь клинок у нас имеет режущую кромку такой же длины При этом рукоять меньше И нож сам компактнее, и рукоять при этом даже еще и удобнее Здесь спейсер более длинный То есть что увеличивает жесткость, нету горбинки тут на рукояти В общем, посмотрим на что он способен Подогнал его на тесты в магазин Солдат Удачи Это официальный дилер компании Steel Wheel на территории Российской Федерации Ссылочка на магазин будет в описании Я сам там себе приобрел Kajak достаточно давно Вообще модель Kajak вышла раньше вот этой И вот я поэтому считаю, что Steel Wheel учли все моменты в Kajak И доработали, выпустили Modus Выпустили уже достаточно давно, это не прям новинка 2019 года Ну вот я добрался до нее только сейчас Здесь открытие очень быстрое Заплавник Закрывается он тоже удобно То есть мы отпираем и клинок упирается большой палец То есть все безопасно Убираем, дозакрываем Клиночек здесь по центру Здесь насечка, которая удерживает нормально палец Рукоять небольшая Посмотрите в мои руки Как она выглядит Клипса Рукоять пластик Лайнеры здесь на рукояти металлические внутренние Они с выборками для облегчения веса Имеется клипса, которую можно переставить что на одну, что на другую сторону Под левшу и под правшу Modus имеет более интересный дизайн на мой взгляд Чем Steelwheel Kajek Более плавные законченные линии Ну давайте начнем с того Как он работает Что здесь да как И бывают разные цвета кстати Сейчас выведу на экран Есть и зеленый цвет Но зеленый мне Не совсем понравился Он не такой зеленый Как допустим на моем Kajek Который вы увидите в этом ролике Он более темно-зеленый Поэтому синий цвет Веселенький, прикольный У меня по-моему синего цвета ножей Не было В видосах еще Все, поехали смотреть как он работает Что здесь Да как С этой геометрией С этой рукоятью Ножичек реально маленький Так, нарезка огурчика Заточка заводская Можно вполне вот сюда вот Устанавливая палец работать Но насечка не такая цепка Как допустим на спайдер-камилитре Но достаточно цепкая Не сильно зализанная Огурец разделывает Предсказуемо В общем если прижмем плавник к доске Он прикасается вот этой части Сережащей кромкой Вот этот участок не прикасается И в целом Конечно вот при таком прорезании Работает и начало режущей кромки Но в основном работает середина Именно брюшко Рукоять не слишком большая Будь она больше Мне было бы сейчас удобнее Его удерживать в руке То есть вот я держу вот так Можно схватиться поближе Тогда полностью вся рукоять Будет удерживаться Да, хорошо, нормально Плавник не сильно мешает Ну, при хорошей заточке заводской Проблемник я их не вижу Да, помидор Естественно хорошо режет Но рукоять могла бы быть побольше Почистить яблоки Какую-то картошку Им возможно Не идеально Не могу сказать, что какой-то из складных ножей Которые у меня были в последнее время Лучше этого Ну, отрезает хорошо Не колет Модус против сыра Хорошо То есть в первый момент Какое-то сопротивление идет А потом уже так легко Оп, и до низу Твердая сырокопченая колбаса И нож в модус Да, можно, естественно Если я делаю вот такие пилительные движения Отрезать любой толщиной кусочки Даже очень-очень тоненькие Нормально Выпуклая отрежущая кромка Хорошо с этим справляется С такими вещами Свинина духовая Значит, порежем немножко мясо этим ножом Сталь тут Д2 Коммент пришел вчера Типа Если Д2 не ржавеет Значит, это не Д2 После мяса надо тщательно Стальку промыть Естественно И Высушить Вот тут уже прям Вот поэтому разрезаю И пойдем Жилочки есть какие-то Жилочки можем удалить Нож сейчас хорошо Остро заточен Я его уже правил Поэтому Все прекрасно Работает Удаляется Это вообще непонятно Какой будет кусок Суп из него сварить Ну, конечно, нож режет Никаких проблем с этим нету Длины клинка хватает Для нарезки такого небольшого Кусочка мяса А, да Еще надо проверить Как в жирной руке Скользит ли вот эта вот Рукоять Ну, я чуть-чуть так Вот здесь вот проверю Не, держит хорошо Прям такие насечки грубые В жирной руке Вот эти насечки держат Прикольно То есть оно Она не скользит Нормально Они с острыми углами Чуть шрушавые Хорошо Я не скажу Что обуха ножа Очень толстый Все достаточно комфортно Им режется Такие мясные Мясные блюда Где надо Жилочки Снимаются адекватно Вот Все прекрасно Форма клинка С вот таким вот брюшком Хорошо справляется С подрезанием Всяких там мест непонятных Так что это то, что нужно Так, это для шашлыка слишком А вот так вот пойдет Так как это будет лук Который на шашлыке Будет висеть Поэтому мы его нарежем Вот так И вот так И просто кинем вот сюда Эту луковицу Даже можно на два На две части Все А вот эту луковицу Мы нарежем мелко И с нее пойдет сок То есть мы режем раз Ну и вот так Нашинкуем Оп И теперь вот Разомнем туда Отлично Зря я кинул Тебольшие луковицы Я их отложил Сейчас Чтобы Чтобы соответственно Они не помялись И сейчас Вливаем уксуса Разбавленного с водой И оставим Остаиваться Если бы Хотелось Ну хотелось попозже Жарить То в холодильнике Часов шесть А если Вот уже скоро То Там пару часов Без холодильника Но не на жаре Излишне много На литр воды Да И после лука Этот нож обязательно Нужно мыть Потому что Если я этого не сделаю Будут дикие пятна На клинке Там За сутки Я проводил тесты Со сталью Д2 И как бы Капал луком Ну не на этом Ножи на другой фирме Капал луком Там такие пятна Получаются Отличные Через сутки Которые очень долго Убираются полировкой Поэтому Сейчас мою Нож И высушиваю Результат Как бы вот такой Вот Видите Лучок тоже Поджаренный Вот этот верхний слой Выбрасывается Остальное все съедается Но кто-то любит И поджарить Лучок Так что шашлычок Нарезать можно Ножечку Хороший Не слишком толстый Все нормально Так Немножко попробуем Порезать картон О Как легко идет Ну-ка Давайте чуть Под углом Здесь вот края У картона Такие Которые Мешают Резу Они Их нож Время Как бы Забивается Что ли А есть и противоволокон Вот это По волокнам Знаете Что происходит Вот он Может вот этим местом Заехать И тогда не режет Во опять Сейчас он заехал Этим местом Попал сюда И Не хочет дальше Дорезать Забавно Ну а так Понятное дело Будет резать Больше каких-то Таких моментов Я не вижу Если резать Аккуратно То ничего не будет Никаких затруднений Толщина клинка Это позволяет делать Все окей И так Сравниваем Как строгает Модус С каджеком Очень хорошо Вгрызается Уже неудобно Что за бред Единственное Что вот на этом Ноже Это вот эти места Они вот сюда Вот Вот сюда На палец давят В остальном Вообще проблем нет Странно Да Только вот это место С клипсой Неудобно С этим горбом Вот здесь вот строгать Рука конечно Ложится Ты прямо Как будто она Вот под это место Прям сформирована Ну к каджекам Можно больше давления Сделать Из-за большей рукояти Как-то это удобней В общем вывод в том Что нож Несмотря на то Что рукоять длиннее Чуть-чуть менее удобен При строгании Я единственное Что могу отметить Что вот у каджека У него прямая часть Режущей кромки А у модуса Она вся идет Изгибом И когда она прямая Ей строгать Чуть-чуть поинтереснее Чем когда идет Вот с таким вот изгибом Ну на мой взгляд Вот этой прямой частью Строгать интереснее Чем вот этим изгибом Поэтому вот В этом плане Каджеку Можно маленький плюсик Поставить Ну что ж Нож этот На мой взгляд Не подходит Для Каких-то особо Жарких периодов Типа лето Когда вы занимаетесь Интенсивной Работой Да и зимой тоже Если просто На карман Как повседневный Складень То отлично На карман Джинсы Или еще куда-то Но Я хожу Вот в таких вот штанах Вот вчера Носил камни И нож находился В этом кармане Естественно Мне было жарко Я маленько вспотел И здесь появились пятнышки Вот тут вот на клинке О, видно-видно Вот в этой области Появились пятнышки Точечной коррозии Просто потому что Достаешь нож Ну очень жарко Все штаны мокрые Все мокрое На клинке испарено И он от этого ржавеет Поэтому Это нож Для повседневного ношения Но Не нож В какие-то рабочие штаны Где вы будете Интенсивно потеть Ну в общем Опять он немножко У меня проржавел Потому что он сидел У меня За поясом треников И я Ужарел Было жарко Потно И все такое Влажность высокая Плюс 25 на улице И в общем-то Нож Не совсем для такого Периода года Не совсем для такого Стиля использования ножа Куда-то в сумку В подсумок Где не будет этого пота Подойдет прекрасно Или для неинтенсивного Спокойного ношения В городе На джинсах Когда вы не бегаете Не прыгаете Не занимаетесь Тяжелыми Всякими делами Отлично подойдет Нож на карман Убирать легко Загиб у клипсы правильный Раз Два Не нужно еще Дополнительно как-то подгибать Садиться В меру туго То есть клипса Жесткая Можно ее даже Немножко ослабить Кстати Вот это место Сюда заскакивает Вполне нормально На кант И Некоторая часть Ножа торчит Так что К клипсе Вопросов нет Я уже пользуюсь Около двух месяцев Первых Например Вот здесь Словил Первый Очень жесткий Замин Очень жесткую Выбовину На режущей кромке Потому что Строгал деревяху И на что-то Напоролся На какую-то Железку Или на что-то Подобное Вот Правится Эта сталь Как и Любая другая Д2 Которая имеется У меня в хозяйстве Все нормально На Спайдерка Триангли Правится Окей Звук Именно такой Какой должен быть При Правке Д2 Дальше Клипса Клипса Разболталась За два месяца Ношения Сейчас попробуем Подтянуть Какой-то у меня Набор отверток Xiaomi Выбираем Здесь Torx T6 Да Вот этот Раскрутился Этот Чуть-чуть Совсем Раскрутился А вот этот И этот Совсем Чуть-чуть В общем В принципе Нож Эти вот За два месяца Меня радует Но Опять же Это не Это нож Который лучше Не держать В сырых помещениях Сталь Д2 Ржавеет И От пота От жесткого Когда очень жестко Пропотел И он на жаре Он тоже Немножко Ржавеет И на клиночке Появляются Пятна Которые Потом Не вывести Ну я Возможно В этом видосе Еще как-то Покажу Все это дело Сейчас буду Его править Резал тут Шашлыки Всякие были Вывезли на природу По стругашке Всяких штук По хозяйству И вот Заметил Например Хлеб Когда режешь Длины клинка Вообще Не хватает Приходится Резать По кругу Поэтому Конечно Этот нож Небольшой На жизнь Больше длиной Клинка Они более интересны В пикниковых задачах И когда там Еду порезать И так далее Ну здесь Вопрос компактности Что удобнее На кармане Каждый день Носить Режете ли вы Хлеб Режете ли вы Салатики Допустим Ножом Если режете Салатики Крупные листы Салата Удобнее Режать Ножом От 10 см Итак Поставка Ножа Нож Поставляется Вот такой Коробочке Steelwheel F25 Modus Видим Здесь Цвет Обозначен FRN Пластик Сталь Д2 Финиш Клинка Сатин Ну и вот Информация Угод Поставщика Коробка Не рельефная Но В целом Симпатичная Внутри Еще одна Коробка Попроще Вот так Здесь Бирка Я думаю Та же самая Информация Что не является Холодным оружием Чистить Клинок Понятно Какая еще Информация Есть Urban Серия Такая Вот Бирочка Даже Это Напечатано Дата проверки Видимо Ножа И Здесь Уже На русском Языке Информационный Листок Складной Нож И Длина Клинка Не более 150 Миллиметров Поэтому Это Заведомо Не холодное Оружие Это Понятно Ну и Здесь Технические Характеристики Вот Это Очень Хорошо Что Есть Такой Листочек Заводская Заточка Сейчас Мы ее Еще Проверим Подвод И с одной И с другой Стороны Ровный На Клинке Обозначение Стали Да Сочинщик Такой Бодренький Нормально Все Заточкой Вот Например Здесь Мурнклик С прямой Режущей Кромкой И Когда Им Режешь По доске То Очень Жестко Вот Это Место Поскребывает Это Неприятно Кстати Вот Еще Разница Между Этими Двумя Ножами То Что Здесь В Раскрытом Виде Упор И Закрытым Осуществляется Вот В Эту Проставку А Здесь Внутри Находятся Штифты Вот Это Вот Немножко Надежнее А Находятся Штифт Вот Здесь Но Здесь Зато Все Так Изящно Закрыто Хорошо Плавненько И Для Складня Не будет Каких-то Таких Для Компактного Складня Не будет Таких Колоссальных Нагрузок Чтобы Как-то Упрочнять Конструкцию Но Вот Это Понадежней Так То Вот Этим Когда Режем Режем Вот Этим Местом А Этим Когда Режем Режем Вот Этим Местом Выпуклым Брюшком Это Гораздо Приятней Это У нас Нож Ганзу FH31 Ну И Вот Они Рядом Если Так Смотреть Если Вот Так По Длине Рукояти Эти Ножи Практически Идентичны На Сам Деле Это Оптический Эффект Если Кажется Что На Зеленом Она Чуть Больше Они Идентичны Что По Финишу Вот Здесь Вот Все Ровно Все Красиво На Остри Я Тоже Все Нормально Наверное Вот Здесь Фальшик Не Совсем В Одной Точке Тут Где-то Он Вот До Сюда Ну А Здесь Чуть Чуть Подальше По Рукояти Что Здесь Как Вот Тут Конечно Можно Было Бы Фаски Снять С Пластика Вот Посмотрите По Клипсе Все Хорошо Смущает Почему Винтов Такие Торксы Маленькие Это Ужас Ну Видно Можно Было Больше Поставить Ну И Насчет Всего То же Самое Наверное Подразумевается Что Нечего Тут Раскручивать Лайнеры Полированные Как Видно И Облегчены Там Виден Штифт Вот Этот Упорный Медные Шайбы Тоже Видны И Вот Смотрите Вот Штифт Который Вбит Клинки Он Упирается Вот Сюда Вот Он Этот Штифтик Пум И Он Уперся Туда В Метал А Здесь Вот Так Ну Вот Здесь Вот Это Нож Только Я Распаковал Вот Здесь Назад Он Такой С Коробки Был Здесь Я Думаю Сниму Фаски Скальпелем Вот Здесь С Пластика А то Как То Некрасиво Выглядит Можно Этого И Не Делать Мне Просто Так Приятнее Пользоваться Вес Составляет 96 Грамм По моим Измерениям При этом Steelwheel Cajack С небольшим Темлячком Это 107 Грамм Спайдерка Делека Давайте Тоже Ее Взвесим Это 65 Грамм Что Совсем Немного Ну И Допустим Full Steel Bracken Scal Тут У меня Под рукой Оказался 88 Грамм То Есть Не Сверх Легкий Нож Но Достаточно Легкий В закрытом Виде 112 Миллиметров При этом Максимальная Ширина Составляет 34 Толщина По Накладкам 12 Миллиметров Толщина По Клипсе 16 Ширина Клинка Вот Здесь 30 Длина Клинка 81 Миллиметр При Этом Длина Режущей Кромки Тот Же 81 Миллиметр Толщина Клинка По Моему Измерительному Прибору 2,9 Десятых Может Быть 3 Миллиметра Скорее 2,9 Показывает Штанги Циркуль Я давно Не Делал Сверок Проверок Steel 87 А если Вот так Возьмем 81 Примерно При этом Длина Вот здесь 118 Миллиметров А здесь 112 Если мы Сравним Это с ножом Spider Cadelica То здесь Насечки На рукояти Более Острогранные Более Глубокие Более Цепкие Здесь рукоять Тоже Из пластика По Длине Рукояти Они Идентичны Замок Здесь Ну Байклок И По Толщине Клинка Конечно Этот нож Гораздо Более Прочный По Закрытию Мне Тоже Вот Этим Замком Пользоваться Удобней И По Длине Клинка Он Тоже Длиннее Намного Spider Delica Delica У меня Сейчас Пользуется Как Нож В Аптечку Потому Что Я Практически Не Пользуюсь Думаю Что С ним Делать Маленький Тоненький Компактный С Небольшой Длиной Режущей Кромки Это Надо Иметь Ввиду Здесь У нас Небольшой Компактный Полноценный Нож Если Мы Сравним С Вот Этим Steel Wheel Cajack То Длина Режущей Кромок Идентична Почему Потому Что Здесь Вот Под Палец Куча Места Здесь Такого Места Нету Здесь Распределен Более Эффективно Поэтому В данном плане Этот нож Получше И вообще Если Вот так Вот Смотреть Этот нож Выглядит Более Сбалансированным Я когда Смотрю На Steel Wheel Cajack Думаю Какой-то Он Как-то У него Вот Форма Все-таки Немножко Неправильная Изгибы Рукояти Сочетаются С вот Этими Изгибами Клинка Очень Хорошо На Cajack Такого Нету Если Просто Взять Клинок Cajack Он Красивый Но Клипса Тоже На таких Страшных Винтах Но Они Разнесены Поэтому Выглядят Симпатично Здесь Они Скучные Вот Эта Куча Винтов Выглядит Не очень Классно Клипса Спейсер Здесь Из пластика Здесь На большую Длину То есть Отдает Большую Жесткость Почему Здесь Такой Короткий Спейсер Непонятно Могли бы Сделать Побольше По Плавничку Здесь Плавничок Какой-то Более Зализанный Здесь Он Прям Такой Жесткий Я Вот Если Открою И Закрою Ну Раз Тридцать Подряд То У меня Вот Здесь Вот О Ну Даже Видно Видите Здесь Темнее Потому Что С пальца Немножко Снимается Дальше Вот По Замкам Какой Из них Удобнее Отжимать На Большем Отжимать Удобнее Мне Больше Нравится Что Еще Вот В закрытом Виде Рядом Они А если Сдвинуть Так Вот Так Это Если Вот Так Смотреть Ну Каджек С этим Невероятным Вот Здесь Типа Чойла Вот Это Его Недостаток А так Дизайн Хороший Вот Сейчас Видны Разные Профили Клинка Это Разница Если Поменять Местами То Вот Так Самое Интересное Это Как Он Сидит В Руке Вот Это В Руке Посмотрите В Моей Вот Так А Вот Это В Руке Запас Еще Есть То есть Это Сидит Надежнее Из-за Длины Рукояти Я Когда Впервые Взял Вот Этот Нож Пару Лет Назад Или Год Где-то В Магазине Пощупать Я Такой Думаю Да Нож Хорош Но Что Рукоять Такая Маленькая То Еле Еле Ее Хватает Кому То С Более Крупной Рукой Может Не Хватить Здесь Рукояти Полностью Хватает Но Строгать Им Все Рано Неудобно И Это Размер Рукояти Не Настолько Нужен Потому Что Когда Мы Наряжем Что На Доске Мы Держим Вот Так Так Что Думайте Пощупайте В Магазине Хватит Ли Вам Длины Рукояти Что Вот Здесь Она Длиннее Ну И Выводы По Ножу Модус Буду Ли Я Менять Свой Стивил Каджек Каразистойкость Этой Д2 В Один Из Моментов Она Проржавела Сильнее Чем Я От Нее Ждал И В Тех Условиях Каджек Так Не Ржавел То Может Быть Несмотря На То Что Это Сделано На Одном И Том Ж Заводе Может Быть Из-за Разницы В выпуске Чуть Чуть Изменилось Это Д2 Можно Естественно Бесконечно Менять Хорошие Ножи На Какие Лучшие Ножи Но В данном Случа Превосходство Его Над Моделью Каджек Очевидно Естественно Существуют Ножи Вот Эти Вот Подобные Формы С Подобными Рукоятями У Стил Вил Из Премиум Материала Со Сталью М390 С То есть Здесь Мы Четко Понимаем За эту Цену Это Вообще Отличный Нож А то Если Супер Стали Уже Думаешь Стоит Ли Переплата Может Зять Какой-то Аналог Какую-то Другую Модель Вот В этом Ценовом Диапазоне До 60 Долларов Это Очень Интересный Нож Ну Все В принципе Чем Хотел Поделиться Ссылочки И Дополнительная Информация В Описании Все Всем пока Увидимся Такой вот Ножичек Достаточно На мой взгляд Удачная Модель От Фирмы Steel Wheel Складного Ножа